Друзья, всем привет! А я спешу к вам с новым выпуском на автотему, который будет информативен, полезен и, конечно же, горяч. Они не понимают с мотором, что происходит. Коробка и мотор друг друга не понимают. Будь готов вкладываться, перешивать ее, что-то делать с мультимедиа, чинить коробку. Запчастей нету. Их просто нету, вообще нету. Даже у дилеров нет. Я сейчас говорю не о колодках, а о свечах, а именно о коробке. У дилеров жопа прикрыта, поверьте, очень сильно. Юридически у них прикрыта задница очень хорошо. У них все бумаги есть. На все ваши вопросы есть ответы. Ведь речь пойдет про китайцев. Почему китайцев, спросите вы, но те, кто еще не понял, только они и наш отечественный бренд Lada сегодня официально продаются на нашем рынке. Параллельный импорт и уж тем более авторечку мы на данный этап отодвигаем немножко в сторону. Кто не понял почему, далее я обо всем этом расскажу. Я решил сделать серию выпусков, для того, чтобы вам рассказать вообще, что сегодня люди покупают. Сегодня на рынке огромное количество различных китайских марок. Их становится все больше, больше, больше. Но среди этих марок появились те, которые уже людям привычны. И хочется сказать, что да про них мы уже все знаем. Огромное количество тест-драйвов, обзоров и прочее. Но что покупают в реале? Какие машины, какие комплектации наиболее востребованы? Что можно считать китайским ликвидом, а что можно считать китайским неликвидом? Что, сколько стоят? Есть ли на это скидки? Какие проблемы могут вас поджидать в ближайшем будущем? Что вам скажут в салоне и что вам расскажут про эти машины на стороннем сервисе? Обо всем этом мы поговорим прямо сейчас в этом видеоролике. В дальнейшем у нас будут другие марки. Таким образом получится серия выпусков. Интересная серия выпусков. Поэтому подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить. Тайм-коды по всем этапам ждут вас в описании. Далее я вас познакомлю со спонсором, независимым спонсором выпуска. Я сделал себе заметки для того, чтобы в этом выпуске было как можно меньше воды и больше полезной информации. Приятного просмотра. Мы начинаем прямо сейчас. Хавал или Хавейл. В этих выпусках я вас не призываю что-либо покупать или не покупать. Задача простая. Донести информацию, а вы уже сами решите, как ей воспользоваться. Почему Хавал оказался первым? Какого-то скрытого смысла в этом нет абсолютно. Я хотел в один выпуск запихнуть Хавал, Джили, Черри и еще несколько марок для того, чтобы было вообще пять. Но я понял, что это будет двух, а то может быть даже и трехчасовой выпуск. Хавал в нашей стране продается действительно уже, можно сказать, относительно давно. Многие из вас с этими моделями знакомы. Давайте вам кратненько напомним вообще, что сегодня представлено на нашем рынке. Первое. Хавал М6. Далее. Джулион. После. Хавал F7 и F7X. Дарго. Кинг-Конг. Пойер. И все. Шесть моделей, которые представлены на нашем рынке. И вот из этих шести моделей давайте задам вам вопрос. Что же покупают чаще всего? Ну и на первом месте, конечно же, это Хавал Джулион. Я специально съездил к одному из дилеров, куда чего называть не буду, чтобы подснять живые кадры и показать вам еще раз, как вообще машины выглядят. На официальном сайте представлены различные комплектации, розничные цены, которые вы прямо сейчас видите на экране. Подчеркиваю, на момент просмотра смотрите, какое число на календаре. Потому что цены постоянно меняются и, к сожалению, в худшую сторону растут, растут и растут. Я задаю вопрос дилеру. Я сам занимаюсь машинами. Я помогаю покупать людям абсолютно разные бренды. И хочу сказать следующее, что самая востребованная комплектация, одна из, это Хавал Джулион на переднем приводе в комплектации Элит. И комплектация премиум. Безусловно, спрашивают автомобили и с полным приводом. Но основной костяк настроен вот на эти комплектации. Сколько же стоят эти автомобили? Розничная цена на комплектацию Элит 2 миллиона 340 тысяч рублей. И розничная цена на комплектацию премиум 2 миллиона 450 тысяч рублей. Как эти машины продают в реалии? Абсолютно разные. Вот всегда каждая покупка автомобиля вам нужно запомнить. Это индивидуальный подход. Потому что в одном салоне за эти машины вам могут сделать скидки. Реально могут сделать прямую скидку, когда вы приходите с наличкой. Доказательства в студию и вот вам живой пример. Все те, кто подписан на телеграм-канал, знают прекрасно, что я регулярно выкладываю подобные списки с готовыми предложениями на автомобиле. Вот обратите внимание, я вам выделил Джулиан, 2023 год, Элит, полный привод. Цена за наличный расчет 2 миллиона 340 тысяч рублей, что на 80 тысяч рублей ниже официальной розничной цены. Подчеркиваю, за наличный расчет. Доп в подарок пусть небольшой, но это еще десяточка по деньгам, если покупать все это самому. Таким образом, выгоду вы можете получить самостоятельно, найдя хорошее предложение от дилера, на 90 тысяч рублей ниже, чем она заявлена. А кто-то предложит вам купить этот автомобиль с наценочкой. Такое тоже бывает. Кредит 3D, до этого мы еще дойдем, но это все нужно считать, высчитывать, чтобы точно выгода для вас была. Здесь бывают свои подвохи. Скидка может доходить даже до 100 тысяч рублей. Для этих машин это существенная хорошая скидка, честная. Здесь мы фиксируем следующее, что машину торгуют по-разному, но договориться на более выгодных условиях для себя, в отличие от розничной цены, пожалуйста. Жирный плюс для продаж сыграли те же самые каршеринги. Как рассказывают официальные дилеры, многие люди приходят, говорят, мы прокатились в каршеринге, еще где-то, увидели машину вживую, уже пообщались с ней, и они уже в целом ее понимают. Друзья, если вы задаетесь вопросом, какое масло лить в свой автомобиль, изучаете рынок, собираете рекомендации по маслам для популярных европейских марок, то наверняка знаете, что этот вопрос действительно актуален. Сейчас на рынке присутствует огромнейшее количество подделок известных брендов и много новых, еще совсем не опробованных марок. И, конечно же, в этом всем очень легко запутаться и потеряться. Ну а со своей стороны могу посоветовать обратить ваш взгляд на линейку Евродрайв. Моторное масло Татачи. Это премиальная серия синтетических масел, что особенно важно, официально одобренное в Агрупп, Мерседес Бенц и БМВ. Масло Татачи подходит для японских, американских и корейских машин, созданных для европейского рынка. Чем интересна линейка Евродрайв? Во-первых, это запатентованная антифрикционная технология. Она увеличивает ресурс двигателя, снижает расход топлива и вибрации, устраняет шумы. Масло Татачи не содержит летучих фракций, поэтому не испаряется и имеет малый расход на угар. С ним вы можете ездить тысячи километров, не доливая масла. И помнить только о плановом ТО. Проблемы с окислением решаются за счет синтезированных полимеров. Да, и обратите внимание, что в линейке Евродрайв можно найти продукцию с разной вязкостью, которая подходит для разных типов двигателей и условий эксплуатации. Масла можно приобрести онлайн и в магазинах-партнерах бренда. А подробную информацию о линейке моторных масел Татачи можно найти по ссылке в описании к этому видео. Пользуйтесь на здоровье, а мы продолжаем. Далее, вторая модель, которая пользуется хорошей популярностью, это F7 и F7X. В чем ключевая разница? F7X многим заходит больше визуально. Этот скошенный кузов, людям он нравится. Но у него есть минус в виде того, что багажник становится меньше. А F7 просто без X, он чуть-чуть другой формы, но багажник там побольше. Вот это вот ключевое, что разделяет людей от выбора. Те, кто что-то возит, выбирает F7X. Те, кто хотят больше красоты дизайна, выбирает F7X. Разница между кузовами примерно 50 тысяч рублей. Берем любую комплектацию, плюсуем 50 тысяч в силу того, что F7X сам по себе немножко дороже. Какие комплектации здесь берут? Хорошим спросом пользуется комплектация Elite. Полтора литра передний привод с розничной ценой. Два миллиона шестьсот тысяч рублей я называю за версию X. Далее версии идут уже с полным приводом и есть моторы двухлитровые. Хорошо еще покупают Elite с полным приводом и премиум комплектации. Но вот с этими кузовами сейчас отдельная проблема машин. Очень мало поставляется и поэтому как с Julian найти возможность купить машину со скидкой на текущий момент как минимум записи этого сюжета сейчас это невозможно. Хотя раньше точно так же скидки делали, двигали с этими машинами. Но найти Elite на переднем приводе, вот этот вот востребованный, будет крайне сложно. А там, где вы его и найдете, он будет у вас с наценочкой. Вот эти вот наиболее востребованные комплектации. Но самая невостребованная здесь комплектация, по моим наблюдениям и отзывам людей, да и в том числе дилеров, это комплектация Tech. Она самая навороченная, но там огромное количество помощников, которые людям не зашли. От них отказываются, выбирают автомобиль не с точки зрения даже сэкономить, а с точки зрения того, что не хотят их покупать, не хотят за них платить. Идем дальше. Третья по популярности модель это Haval Darga. Это что-то типа Nissan X-Trail, если не нравится вам, и подобные в этом классе. Самая востребованная здесь комплектация, как раз таки самая навороченная Tech. Потому что там есть ряд фишек, так например, подножка, проекция и массаж. Вот эти фишки почему-то в этом автомобиле многим зашли. И как отмечают дилеры, все хотят либо Tech, она называется Tech+, либо Premium. Цена Tech+, розничная, 3 550 000 рублей. Цена комплектации Premium, 3 400 000 рублей. Местами, конечно, приходится повторяться, но а что делать? Индивидуально. Вот ключевое слово, которое нужно запомнить. Вот смотрите, в списке, например, Tech можно купить по розничной цене без навязывания каких-либо допов. Если брать кредит, скидку можно действительно получить 50 000 рублей, никаких доп-продуктов в виде ГАПС уже не будет. Но про это я сделал отдельный блог, он ждет вас дальше. Но, к примеру, на комплектацию Premium можно получить скидочку в виде 50 000 рублей. Это из последнего. Покопаться, посмотреть скидки бывают на эти машины больше. Здесь ключевое, что нужно также запомнить, что чем больше машин в наличии, тем больше возможностей есть для торга. Вот это очень важно и это действительно влияет на цены. Далее. Все автомобили эти абсолютно идут на полном приводе. При том, что есть возможность купить машину на переднем приводе. Изначально вообще такая комплектация есть, но она не востребована. Их, в принципе, даже не привозят. Для чего их вообще оставили, непонятно. Все те, кто выбирает Дарго, естественно, выбирают его с полным приводом. Еще есть версия Дарго Икс. Чуть-чуть другая морда и блокировка заднего дифференциала, что дает плюс 70 000 рублей для этого автомобиля в цене. Таким образом, все. Вот вам три самых востребованных автомобиля от марки Хавал. Далее. Кто есть еще? H9. Когда-то он был востребован, особенно когда он привозился с дизелем. Особенно в силу цены. Был дизельный мотор. Его рассматривали как альтернатива, подчеркну, дешевая альтернатива Land Cruiser Prado. Большая машина, вместительная, вроде как проходимая и прочее, прочее, прочее. Но на сегодняшний день дизельный мотор убрали. Остался бензиновый, который, как говорится, жрет как не в себя. На основании чего. Интерес к этому автомобилю упал. Поставки продолжаются, но они стали все меньше. И люди, даже те, кто готов купить, кто хотят и готовы оплачивать этот бензин и прочее, говорят, ждут по два месяца. Вам повезет, если вы найдете машину в наличии, но как вариант вы ее найдете, скорее всего, с наценкой. Официальные цены вы видите на сайте. Почем их продают, даже не обсуждают, так как спрос на них практически нулевой. Есть интересная, в кавычках, новинка Haval M6. Но она вообще не востребована. Хотя у этой машины есть жирный плюс. Вот перед всеми джулионами, F7, Дарго и прочими, у нее реально огромный багажник. Ну, вы посмотрите, я вам его показываю. Он утоплен вниз. И в этом плане машина прям отлично подходит для всех тех, кто любит что-то перевозить, забить багажник по полной. Естественно, складываются задние сидения, и таким образом можно сделать такой небольшой себе, назову его грубо, фургончик. Но суть заключается в следующем, что эта машина на роботе, подчеркиваю, все машины продаются на роботе. Автоматической коробки передачи у них нет, но бывают версии с механической коробкой передачи. Как правило, люди уже не хотят механику, все хотят роботизированную коробку. Простыми словами, автомат, чтобы сама она переключалась и не нужно было ничего дыргать. Но она стоит 2-300, а в эти же деньги можно купить овал Джулиан, который будет богаче по комплектации. Он будет богаче более приятными опциями. Поэтому, когда человек приходит и начинает изучать, в большинстве своем выбирают Джулиан. Но те, кто хочет что-либо перевозить, и кого подкупает багажник, вот, наверное, один из самых главных козырей М6 – это багажник. Ну и шестая модель в их линейке – это King Kong Poir. King Kong версия, она имеет большую грузоподъемность, Poir, он имеет меньшую грузоподъемность. Но эти машины, этот пикап, как правило, берут юрлица. Говорят, буквально 1% – это те, кто физики, те, кто хотят купить эту машину. В большинстве своем машину закупают для коммерческих целей. Какие-то цели, даже перечислять не буду. Сам смысл в том, что эту машину берут, но в основном юрлицы. Поэтому на этом мы подводим черту. Мы разобрались с вами, какие машины действительно востребованы, не востребованы. Что на Хавал, в принципе, на самой популярной версии можно получить дополнительную выгоду. Кстати, я не могу упустить возможность рассказать вам о том, что у меня есть телеграм-канал. Ссылка на который ждет вас в описании, в первом закрепленном комментарии. Вот туда я как раз-таки и выкладываю подборочки с автомобилями. Цена за наличку с трейдином, с кредитом. Какие допы можно получить в подарок, вы можете сравнивать. Нашли вы сами машину за Нал, посмотрели. Если выгоднее, пожалуйста, обращайтесь. Организуем вам сделку. Новая машина от официального дилера. И вообще, в целом, рекомендую подписаться на телеграм-канал, потому что там я делаю различные анонсы, которые в дальнейшем мне помогают создавать более конструктивные ролики, более объективные. Так, например, в этом выпуске будут отзывы людей, которые на основании этого поста, собственно, и пришли, написали, дали обратную связь, а вы сможете их почитать. Подпишитесь, ведь отписаться вы всегда успеете. А мы продолжаем. Второй блок. Запчасти, техническое обслуживание, кузовщина. Как с этим обстоят дела? Купить машину это легко. Пришел в салон, отдал денег, тебе пожали руку, пожелали счастливого пути, ты поехал. А что, если, не дай бог, завтра ДТП? Не ты, так в тебя. Что, если, не дай бог, завтра сломалась коробка? Ломается ли она? Сломался мотор? Ломается ли он? И вообще, какое состояние этих автомобилей? И что расскажет сам дилер? Я общался с разными ребятами. От одного дилера я, допустим, вывожу вам также переписку на экран. Послушайте, что человек пишет. Но у дилеров, конечно, более благоприятная картина. Отмечаю так, что в основном люди приезжают на ТО. Не все дилеры берутся за ремонт кузовной части. У некоторых просто-напросто кузовного отдела нет. Так, например, если вы попали в ДТП, то вам страховая компания сама уже выпишет распределение, где вы будете ремонтироваться, ровно там, где, собственно, есть кузовной цех. Ну и, конечно же, с запчастями. Если вдруг что-то у вас по гарантии сломалось, то, как мне, отмечают и рассказывают, да в целом все запчасти есть. Да, что-то, возможно, придется подождать. Но такое, чтобы вы ждали больше, чем это заложено по срокам, говорят, такого нет. Нет, встречается, но это какие-то редкие случаи. Я сделал публикацию в тот же самый Телеграм, сделал публикацию на вкладке «Сообщество», что хочу снять полноценный развернутый ролик на эту тему. И мне многие писали, съездили к одному интересному человеку, который как раз-таки рассказывает обратную сторону. У него свой сервис. И он говорит, очень часто люди приезжают, жалуются, коробки ломаются. Короче, без лишних слов, давайте познакомимся с ним и послушаем, что же расскажет он. Я никакие комментарии давать не буду. Вы послушаете и ваше мнение, как минимум, напишите в комментариях. Особенно все владельцы хавалов. Делаем перемещение. Приезжаем в гости к Саслану. Саслан, спасибо тебе большое, что оперативно отреагировал. Я тебе буквально утром написал, и вот мы уже у тебя. Суть в следующем. Мы хотим сделать объективный выпуск про машины. Люди покупают, это факт. Берут и кредиты на них берут, и рассрочки. Есть очень довольные, которые говорят, изумительно, классно, цена-качество соответствует. В общем, все те плюсы, которые они приезжают, мы их надвигаем отдельно. Но бывает другая сторона. Обратная сторона. Да, да, да. Купил, а потом Саслан, дорогой, спаси меня, помоги мне. Расскажи, пожалуйста. Сегодня мы в первую очередь делаем акцент на хавал. Нет, на черри. Черри. Вот. А это, так сказать, забегаем наперед. Саслан показал и рассказал про черри, про их коробки. Я его прямо попросил. Говорю, ты не расскажи, ты пальцем покажи, что ломает, чтобы людям было понятно. Сделал, запросто. Это у нас уже будет следующая серия, потому что, как я сказал в самом начале, я хочу сосредоточиться. Сегодня мы говорим исключительно про хавал. Далее все будет, все покажем, все расскажем. Поэтому подпишитесь, чтобы не пропустить эти выпуски. Вот смотрите, вот хавал, коробку сняли. Это роботизированная коробка, у них только они стоят. Вот там у черри вариатор 43 тысячи пробег. У хавала, они одинаковых годов, у хавала 25 тысяч пробег. Посмотрите, тут грибы растут. Ну, смотрите, что происходит. Вот это вот хана. Это просто какой-то трипер, я не знаю, что это такое. Вот это, вот скоро там цветы, грибы и трава будет расти. Она вся в ней. Вы видите вообще это? Вот это коррозия. И вся коробка в коррозии, и вся машина также в коррозии. Вот этот хозяин этой машины везет хавал, 23 год, 15 тысяч пробегом. Я не удивлюсь, у нас было уже 1200 пробегом. Его сняли с гарантии, там целая война у них была. Но по факту она вся, помнишь, гнилая вся была? Я не знаю, что это такое. Но я называю это гнилю. А там пусть разбираются, что это. Вот на ремонте тоже 25 тысяч. Сейчас будем разбирать. Мастер сейчас освободится и приступит к разборке. А теперь пойдемте посмотрим, что под хавалом. Я так понимаю, на быструю руку сделали, чтобы продать просто. И все. Сослав, есть ли говорить исключительно про марку хавал? Ага. Вот на нее прям акцент делаем. Техническая часть, она лучше черри. Безусловно. Прямо вот она в разы лучше, чем черри. Брать по состоянию кузова и что у них происходит, они тупые. Они из-за того, что это робот, и они не понимают с мотором, что происходит. Коробка и мотор друг друга не понимают. И она толкается, ведет себя странно. Тот человек, который с велосипеда пересел сюда, для него эта машина лучшая на свете. Он не может, у него нет выбора, чтобы оценить. То есть сравнение не может сделать человек элементарный. Тот, кто пересел с разных корейцев, японцев, немцев, те же шведы, чехи, итальянцы, французы. Ну, никто не скажет, что это хорошая машина. Ну, с технической точки зрения, с точки зрения вот именно поломок, что здесь чаще всего летит? Коробки тоже там? Здесь коробки летят, и гниет она, мультимедиа вообще ужасная. Сидухи лопаются. То есть, будь готов вкладываться, перешивать ее, что-то делать с мультимедией. Чинить коробку, запчастей нету. Их просто нету, вообще нету. Даже у дилеров нету. Я сейчас говорю не о колодках, я о свечах, а именно о коробке. Задаем вопрос дилеру, говорим, что с запчастями? Говорят, да в целом все норм. А вы задайте вопрос, запчасти на коробке есть у них? Говорят, есть. Нет. Это вранье. Прямо они врут. Врут сто процентов. Их нету просто. Соответственно, если у человека попал на коробку, ты наверняка эти истории знаешь, там, десятки, может быть, сотни, он приезжает к дилеру, ему признают, что это гарантия, правильно? Да. А дальше жди. Вот, мало кто ждет, а единые люди, кто ждут. Потому что сколько ждать, непонятно. Ну, вы бы ждали три месяца. Либо судиться, не знаю, там, опять же. Ах, и толк от этого. Ну, хорошо, у дилера жопа прикрыта, поверьте, очень сильно. Юридически у них прикрыта задница очень хорошо. У них все бумаги есть, на все вопросы есть ответы. На все огонь и воду у них есть ответы. Маленькими шрифтами написано даже. То, что люди не читают этого. Далее, он приезжает к тебе, и вообще, в целом, цена коробки, ну, так, по рынку. Здесь дорогая коробка. Сколько стоит? До 300 вообще легко. Просто легко. Ну, минимально, что повезло, какая цифра будет? 200. 200, короче, терят 300, это будет добр, готов. Это да. Все, ремонт. В 22-м году, в декабре, вот эту. Ну, считай, 23-го года она. Вот смотри, начинай отсюда. Ты пойми, через 5 лет, что здесь будет происходить? Куда деваться человеку? Ее никто не купит у тебя. Никакой здравый человек у тебя просто эту машину не купит. Я и не пытаюсь людям сказать, пересядьте с них. Даже и не говорил никогда, пересаживайтесь, не покупайте. Я слова не проронял нас за это. Я им просто говорю, будьте аккуратны. Почему? Тормоза ненадежные. Подушки не всегда открываются. Не дай бог, конечно. Живет своей жизнью. Тупит она. Там окна могут открыться сами. То есть, такие вещи происходят с этими машинами. Я их-то вижу, слышу своими глазами. Я никому не верю. Я верю только своим глазам и слышу то, что я вот реально сам слышу. То есть, вот, начинаем отсюда. Новая машина. Машине 9 месяцев. Ну, смотри. Машине 9 месяцев. Ну, покажите мне хоть одну машину. Даже того же француза, того же корейца, того же японца и немца. Чтобы вот в таком состоянии, смотрите, туда глубже заглядывайте. Я не знаю, как вы там, у вас зумом. Я подъездил. То есть, следы ржавчины пошли сильные очень. Вы посмотрите, какое безобразие. Ну, это нормально. Мажу там, где вообще не надо мазать. Посмотрите, уже подушка вся гнивая. Вон она. То есть, гниль пошла, и это пойдет дальше, только хуже будет. То есть, такое я не наблюдаю. Ни на каких машинах. Ну, вот сюда подойди, пожалуйста. Вот, тоже здесь, смотри. Вот, вот отсюда, отсюда. Вот, зайди отсюда. Димитрий, нет задачи сказать, не покупайте, бегите. Я этого и не скажу никогда. Я всем говорю, и буду говорить, будьте аккуратны. Все. Это люди, это у меня друзья, у меня родственники купили себе китайцев. Они тоже ездят. И я сейчас не говорю им в тихую, будь аккуратен. А в чем проявляется будь аккуратен? Что-то? Не разгоняйся. Лишни. Ну, ты все раз в машине. Ты тормозишь, она у тебя не останавливается. Ну, смотри, первое. Плохие тормоза поменять. Ужасные. Поменять. А дело не в тормозах. АБС, это уже программа, все. Сам АБС. Не срабатывает АБС. Не дай бог, какое-то столкновение. У тебя подушки не всегда выходят. Едешь, и у тебя просто открываются окна на ходу. Едешь, и у тебя вода заходит в салон. Вот сейчас, после зимы, вот этой зимы, пусть они сами все расскажут. Мне даже молчать буду. Я больше, в ближайшее время я перестану вообще смотреть на эти китайские машины. И когда говорят, что меня занесли, ну, смысл, давайте, вот, ну, логика должна же быть, в словах, занесли. А тебе за что занесли? За то, что ты ругаешь китайцев? Вот, да. Занесли мне. У меня больше работают. А мне, короче, занесли за то, что я их это помогаю покупать. Вот, 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 ну, вот, вот, как говорится, все, мы встретились с вами. Это просто жесть. Ему занесли, да, смысл, логика, где? Я, наоборот, пытаюсь сказать, ребят, просто будьте аккуратны. Ненадежные машины, они недоработанные. То есть, вот это сделали, знаете, как, воспользовались моментом. Ну, два года назад, где они были? То есть, ни с чего, бабах, посыпались эти семечки ниоткуда. По 200 тысяч штук. Сослан, ну, твое мнение какое? То есть, смотри, сейчас потестируют, посмотрят, пособирают, а потом, что называется, рестайлинг, обновленная версия, новая модель, вторая, там, генерация, третья. Услышьте меня все. Я сам с немца пересяду на китайца. Если я пойму, что действительно, более или менее, что-то они сделали интересное. Понятно, что мы идем дальше, развиваемся и все хотим что-то новое. Здесь просто сделали тяп-ляп. А человеку что надо? Панораму увидеть, монитор. Он всю свою жизнь видел вот такой монитор, как Тетрис. А тут, ты представляешь, у тебя вся торпеда монитор. Ну, конечно, он забудет про тебя, про меня, про всех, кто говорит плохое про китайцев, про всех, кто говорит хорошее. Он просто пойдет и купит. И забьет на всех. Красивая машина, но она не едет. Но это ненормально. Я считаю, что машина хотя бы 150-200 тысяч не должна беспокоить человека. Ну, не должно это быть так. В основном это кредиты. Ну, это реально кредиты. 70% я смотрел с дилерами, общался, это кредиты все. 30% это вот кто мог себе позволить купить ее. Кому не жалко. Но через 3-4 года что этим людям делать? Я вот просто вот, что с ними делать? Ну, ты купишь себе ее? То есть надо смотреть, а завтра еще не надо. Все, я купил, у меня все классно, все хорошо. Такого у меня не должно быть. Просто люди, которые помешались, будьте аккуратны. Я еще раз говорю, я никого не пересаживаю. У меня только работы будет больше. Мне надо расширяться. Мне надо все открывать, разные большие сервисы. Благодаря китайцам. А мне заносят, чтобы я их хаял. Ну, это бред, вообще бредятельно какое-то. Ну, давай с тобой подведем здесь черту касательно хавал. Значит, первое, это тормоза говно. Коробки говно. Мультимедиа говно. И сама по себе электроника нестабильна. Очень хромает. Говно. Зимой ты сам это увидишь. Четыре минуса. Четыре. Еще что-то есть? Гребет она, кузов гремет. Пять. Вся деформирована. Да какой здесь минусов? Только минусы, здесь плюсов только на аккумуляторе плюс на этой машине. Ну, смотри, шесть деформирована дальше. Она вся кривая. Если посмотришь, зазоры. Ну, я вот записал, шестой минус деформирована. Что еще здесь? Мотор. Ну, пока что хавалу мы не трогали, не делали. На других машинах мы делали. Уже моторы капиталили полностью. Плавятся клапана. Ну, это бред вообще. Полный бред. Что-то никто у корейцев, японцев, немцев ничего не плавится. А у китайцев плавится. Говорят, бензин у нас плохой. Я что-то такое не замечал. Ну, к седьмой отнесем, что сиденья ты отмечал. Это вообще ужас. Они, во-первых, узкие. Очень узкие. То есть сейчас вот мне будет неудобно туда сесть. Когда вы разгоняетесь до 80-90, ты себя чувствуешь, как на Северном полюсе. Такой звук, вот прямо такой звук идет. Откуда это? Заходит в машину воздух. То есть где-то он сыт, где-то пропускает. На хавале то же самое. На черри единичное все. Безусловно, хавал, коробка на хавале роботизированная в разы лучше, чем вариатор. Вариатор – это машина, которая попадет в историю. Запомните эти слова. Объясни, пожалуйста, как такое происходит, что, допустим, человек обращается к официальному дилеру, у которого там центральный склад и так далее. Сейчас акцент дела на хавалку. Ни хрена нету. Но у тебя есть. То есть ты, получается, как? Откуда ты берешь запчасти, закупаешь, привозишь? То есть тебе это надо же тоже чем-то чиниться? Ну, у нас все это мы возим. У нас люди есть в Китае. То есть, получается, частник привозит, организовывает, так же все с Китая и пожалуйста. Да, да, да. Но у дилеров нет. Поверху, дилеры некомпетентны собирать, чинить. Они могут только тупо поменять себя. Это, во-первых, их не обязанность. Они для дилера собрать коробку, поверь мне, это для тебя и меня сейчас взлететь на космос и там командовать рулить на орбите. То есть мы с тобой ноль там будем вообще. Правильно? Мы не будем понимать, что там делать. Вот так же и для дилеров. Разобрать можешь и ты сам эту коробку. Ну и все, на этом стоп. Разобрать легко. Да. И на этом стоп. Все, на этом все останавливается. Ну, опять же, не все могут разобрать. Это, здесь тоже нюансы, сложности есть. Дилеры некомпетентны в этом. Для них это темный лес. Это все. Он утонул, он потерялся. Собрать это профессия, это опыт, это талант. Это десятилетиями. Люди и то не могут до сих пор нормально собирать коробку. Ну, вообще, сам смысл в том, что привезти запчасти проблем нету на сегодняшний день. На Китае. Ну, просто, знаешь, люди говорят, типа, ну, вообще, с хавалом, там, вот, что случись, найди запчасть. Не, надо ждать, просто надо ждать, все. Месяц? Меньше. Не, не месяц. Даже меньше. Меньше. Ну, сейчас понятно, дилеры не частнику звонят. Там все 28 кабинетов надо пробежать, чтобы эти запчасти сюда пришли. Это все время и долго. Никаких центральных складов. Это мифы, это сказки для детей, для людей, которые не понимают ничего. Саслан, поставим вопрос. Кузовщина. Ужасно. Вот просто, ну, вот, что говорить. Попал в ДТП, не дай бог, разбил бампер, помял капот, там, не знаю, фару. Ничего нет. Этого нет вообще ничего. Заказывать. Это заказ ждать. Даже дилеры Чангана, я с ними общаюсь, ребятам я помогаю. Нет, нет, я сам звоню, у них беру какие-то моменты, чего, как бы, они знают больше. Там, по этим всяким электроникам и так далее, да. То есть, с этими ребятами мы работаем нормально, друг другу помогаем, там, взаимствуем. То есть, как говорится, рука руку моет. Какой привет, такой ответ. Вот Чанган, ребята. Заказали крыло и фару. Три штуки пришли. Спустя три месяца. И ни одна не подошла. Ну, я понимаю, что происходит. И они там, ребята, которые инженеры, которые шарят что-то, да. И я не понимаю, что происходит. Три детали, ни одна не поднесела. Зазоры, страшные зазоры. А с хвалом как? Тоже ждать? Тоже ничего нет? Есть. По словам дилеров, это центральный склад. Но я не верю в эти сказки. Ну, правда, не верю. Хоть ты утубей, не верю в эти сказки. Я знаю, что дилеры, дилеры. Сейчас делают такие вещи, которые как бы нежелательны. Но я их понимаю, у них выхода больше нет. Они с тестовых машин снимают запчасти. Ставят тебе, мне, ему, людям, которые по гарантии приезжают. С тестовых машин. Или с новых на продаже, которые ставят. Снимают, отдают и ждут, пока дойдет тот, чтобы обратно все вернуть в свои места. То есть это нормальная практика у дилеров. Я их понимаю, я сейчас их не сужил. Тут как бы им тоже надо выходить из ситуации. То есть, да, ты пришел, ребят, поменяйте мне. Жди три месяца колодки, то у меня это бред полный вообще. Ты быстрее в Алиэкспрессе закажешь. В два раза быстрее Алиэкспресс тебе привезет эту запчасть. Точно такую же, какой дилер тебе будет ставить. Один в один. Как объяснишь или прокомментируешь тех самых людей, которые рассказывают. Купил Хавал. Полет нормальный. Сегодня полет нормальный. Пробег под 100 тысяч. Все отлично. Третий год владею. Не жалуюсь. То есть, да, отмечают некоторые косяки по электронике, по сиденьям. Но вот с точки зрения коробка, что ничего не сломалось. Это какая часть людей? Вот я не знаю. Я знаю. Какая? Это, можно сказать, процентов 40 людей, которые довольны. Прямо довольны. Да, это я слышу, я знаю, даже я с ними общаюсь. С людьми, которые 220 парнишка проехал. Он в Пельме сейчас находится. 220? Мы с ним нормально общаемся. То есть, мне интересно просто, когда она у них рякнет. Прямо интересно. Она не ломается. Пока едет, все нормально. Да дай бог, чтобы не сломался. Тут нет задачи мне как-то навязать им, внушить, что а, бойтесь, бегите от них. Нет такого у меня. Мне это не нужно. Но по факту, я вижу обращение к дилерам. Ну, дилер никогда не скажет, ребят, говно машина. Он, ну, ты представляешь, что это такое? Он никогда не скажет, что это плохое. Вообще, что-нибудь, слово плохое, дилер не скажет. Это, им надо продать. У них задача продать. Но мы-то видим, что происходит. Мы, как говорится, мы никого не боимся. Над нами никого нет, чтобы нам сказали, говорите так или говорите так. Это надо будет, я сам кому угодно скажу, как говорить и что делать. А дилеры, это обычные ребята, рабочие, которым сказали, ребят, надо продавать машину. Ну, все хорошо, все классно. Ну, не все хорошо. Вообще ужасно не все хорошо. То есть, все плохо. Пока что все плохо. По поводу рестайлингов, да, по поводу года два, три. Я думаю, рановато. Год, ну, лет через пять, может быть, все-таки Китай нас удивит. Я сам слезу, пересяду на китайскую машину. Ну, спросив у меня на сегодняшний день. На что бы ты пересел? Да, джили. Ну, я так и думал, тугелы, либо манжара. Да, вот прямо сейчас пошел бы, сел бы и не заморачивался бы. Не потому, что вольво. Ну, это тоже имеет большой плюс. То, что там, как бы, завод вольво и собирается вольво и так далее. Вот такая 17-минутная зарисовочка получилась. Вы писали, съезди, возьми комментарий. Я это сделал. Ваше мнение, пишите, что вы думаете, с чем вы согласны, не согласны. Давайте ваши советы, на что обратить внимание в дальнейшем, чтобы каждая последующая серия более и более информативна. Если вдруг с каким-то из высказываний вы не согласны, что-то было не совсем видно на кадрах, тоже пишите, чтобы в дальнейшем я это для объективности мог доработать. Двигаемся дальше. Третий блок. Поддержки по кредитам. Очень часто вы можете натыкаться, приезжайте, дадим вам любую цену, перебьем всех, все и вся, продадим вам машину за самую низкую цену, только лишь возьмите кредит. И вот здесь нужно понимать, что есть кредит честный и прозрачный, а есть кредит, где вас просто-напросто кинут по полной программе. Как говорится, лох не мамонт, уж извините за эти грубые слова. Вот вам живой пример. Все, что нужно, пишем марку и модель, которую вы хотите, и написать со скидкой. И в топ-10 сайтов вылетает подобная история по разным маркам. Хавал, Джулиан, посмотрите, распродажа до 22-го, 10-го. От 800 тысяч рублей. Хавал, который будет местами даже дешевле, чем Лада Гранта, на механике в самой-самой простой комплектации. Так еще вам и шины подарят, и компенсацию проезда сделают, и кредит, который от 15 тысяч рублей в месяц. Короче, счастье, чудо, удача, нужно ехать покупать. И вы думаете, никто на это не ведется? Полным-полно мне звонков, сообщений. Мы нашли с женой, жена нашла, я нашел. Хотим купить, посоветуйте, подскажите, не работали ли вы с этим дилером уж очень выгодные условия. Ребята, один раз говорю, это обман. Какие реальные вообще есть поддержки? Озвучиваю. Для того, чтобы сегодня вы могли получить честную рассрочку, где это будет ставка 0,01 и копеечная переплата, вы должны сделать первоначальный взнос. 60% от цены автомобиля, эти условия распространяются на весь модельный ряд. Но рассрочку на сегодня вы получите лишь на один год. Поддержки урезали. Раньше это было больше, раньше можно было зайти с меньшим первоначальным взносом. Сегодня только так. Все остальное, это начинается кредитование. Я вам показываю незамысловатый листочек вот с таким графиком, где вы можете побегать глазками и спокойно посмотреть, какая ставка, какой ориентир будет на тех условиях, когда заходите вы. Больше срок, меньше первоначальный взнос, больше первоначальный взнос, условия меняются. К этим условиям вы плюсуете только полисказка. Как минимум на таких цифрах реально можно машину купить. Но вы не забывайте, что это не та самая история, когда вы взяли за основу, пришли к дилеру, к любому в вашем городе, сказали, я вот так хочу. Вам вполне возможно, могут сказать, такого не бывает, не существует. Нужно по-любому купить страховку жизни, габ страхования и прочее, прочее, прочее. То, что вас будут на месте разводить, это, как говорится, за здрастие. Такое может быть абсолютно везде. Будьте начеку, все проверяйте, все нужно пересчитывать. Не по телефону, на словах, да-да-да, мы вам все сделаем, приезжайте. Бумага, распечатка, одобренный кредит, либо рассрочка. Все цифры подбили. И вот если все у вас совпадает, ну, шикарно. Поэтому имейте в виду, обманут на раз-два. Да кому они нужны, эти китайцы? Кто их покупает, да это бред, такого не бывает. Кто-то писал даже в комментариях, что хавал, да кому это надо. Ребята, эти машины все больше и больше завоевывают наш рынок по одной простой причине. Нету им альтернативы. Есть только Китай и есть отечественный производитель. Все. Все остальные машины, все остальные производители, как вы знаете, они ушли с нашего рынка. Я спрашиваю у дилера, сколько вы сегодня продаете машин. Рассказывают, что изначально, когда начинали, план был маленький. 120, я подчеркиваю 120, это вот в прошлом году, в 2022 году. 120 машин в месяц. На сегодня запросто продают 185-200 автомобилей. Вот плюс-минус так. Из которых 70% это физлицам и 30% это юрлицам. И план постепенно-постепенно поднимают. И это цифры только лишь от одного дилера. Ну и конечно затронем тему других марок. Зачем покупать китайца? Ведь можно купить надежного японца, корейца и так далее и тому подобное. Внимание! Народ голосует рублем. Китайцы как были сегодня дешевле всех своих конкурентов, так и остались дешевле всех своих конкурентов. Если сегодня на наш рынок вернутся корейцы и прочее, так и будет, они будут стоить еще дороже, чем, как мы скажем с вами, без того обнаглевшие китайцы. Соответственно, когда человек выбирает, что ему купить, то он начинает считать свои денежки. А тут вот и дилер официальный и так далее и тому подобное. Если нужно дать более развернутый ответ, пишите, так сказать, плюсик ставьте, в дальнейшем затронем. Смысл простой. Деньги. Все решают деньги. И цена, и экономия. Далее. Нужно поговорить про отзывы реальных владельцев. Я не стал их собирать в интернете. Я сделал публикацию, попросил тех людей, кто из вас купил хавалы, написать кратенько развернутый отзыв, за что машину выбрали. Прямо сейчас вы их видите на экране. Некоторые отзывы получились не кратенькие, а прям действительно хорошие, развернутые. Поэтому, просматривая их, вы сможете нажать на паузу, спокойно изучить, подискутировать, с чем-то согласиться, не согласиться. Возможно, у вас этой проблемы нету, но в дальнейшем она появится. То, что озвучивал с Асланой, прочитывая ваши отзывы, собственно, ну, в этом есть такие, скажем так, взаимопонимания, пересечения. Все, так сказать, совпадает. Поэтому почитайте, изучите, вполне возможно, вам это будет полезно. Далее. Ну, хорошо. Импорт – это дорого. Корейцы, японцы – это дорого. Но ведь можно сегодня вместо китайца купить автомобиль с пробегом. Надежного, хорошего? Ребята, отвечаю. Многие, кто покупает новую машину, хотят именно новую машину. И вариант купить вторичку с пробегом, так ее еще в хорошем состоянии поискать надо. Это не так, что ты зашел и на тебе хорошее предложение. Здесь длинную историю сделать короткой. У нового автомобиля огромное количество плюсов. Люди выбирают именно новый автомобиль. Если хотят купить вторичку, то, естественно, есть такие, кто выбирает свой сайт на вторичку. Я это озвучиваю лишь для того, чтобы у нас с вами была галочка. И лишний раз вам не пришлось писать в комментариях, ну, ведь можно купить автомобиль с пробегом. Ну, и здесь мы подходим к логическому завершению. Покупать или не покупать. В частности, мы говорим про марку и модельный ряд Хавал. Здесь выводы делать только вам. Я постарался тему раскрыть. Мы затронули разные важные моменты. Переваривайте эту информацию. Особенно все те, кто подумывает, покупать или не покупать. Здесь решение принимать только вам. Я же всех вас приглашаю подписаться на телеграм-канал, подписаться на канал, поставить как минимум лайк этому видеоролику. Написать обязательно развернуто ваше мнение, с чем вы согласны, с чем вы не согласны. Дайте, пожалуйста, обратную связь и дайте ваш совет. Чего бы не хватало добавить в эти видеоролики? Может быть, еще кого-то спросить? Может быть, подойти к кому-то с микрофончиком и задать вопрос, а как тебе эта тачка? Зачем она тебе нужна вообще? Ведь можно купить что? Можно купить в альтернативу. Не добавить, не убавить. До новых встреч всем. Пока-пока.